Микс Ньюс Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас в гостях человек, который, я думаю, в особо присоединении нуждается депутат Сейма Янис Адамсон. И здесь, наверное, очень важно заметить, что у нашего сегодняшнего гостя есть опыт, кстати, работы в Рижской Думе. Я, если я не ошибаюсь, вы были депутатом Рижской Думы вот этой первой после избрания Ушакова в 2009 году. Так что есть с чем сравнить эти работы Рижского с самым правлением. Ну и, конечно, начнем мы события дня, может быть, даже события года. Это сегодняшнее заявление министра среды и регионального развития Юриса Пуца о том, что готов законопроект Роспу Сирийской Думы. Ну, дальше все, видимо, пойдет ударными темпами, как наша правящая коалиция умеет. Видимо, во вторник уже на кабинете министров этот законопроект может быть рассмотрен. Дальше он направится в Сейм. Ну и потом машина для голосования в руках правящей коалиции тоже сделает свое дело. Может быть, сначала, Янис, вот ваше ощущение, ваше впечатление от этого хода, я бы сказал, такого шахматного хода господина Пуца. Добрый вечер, уважаемый радиослушатель. Абек, если бы это были бы шахматы, я бы мог бы и с ним сразиться. А там даже на Чапаева не тянет. Не тянет все-таки, нет? Да. Если вспомним, Абек, мы где-то год назад, когда начались там задержания, возбуждение уголовных процессов, здесь как раз и беседовали о дальнейших перспективах развития. Было абсолютно понятно, что это правительство, самая главная цель у этого правительства был распуск Рыжеской думы. Не могли утвердить правительство, там не могли одного примера, второго и третьего, тоже по той же причине. А причина какая? Причина это Реал-Балтик, да, возможные заказы, да, и добраться до корыта. И сейчас это все абсолютно также притворяется жизнь. Правда, они считали, что этот план у них намного хитрее, Пуци, как я представляю, в их планах было подождать, пока избрать новую Рыжескую думу нельзя, то есть новые выборы. И где-то распуск планировался в феврале следующего года. И потом они назначают своего представителя, администратора, который больше года управляет. Который будет рулить Рыжеская дума больше года. Но потом проснулись все коллекционные партии и говорят, слушайте, подождите, подождите, где же мы? Где наш интерес? И тут же начали переигрывать данную ситуацию, что давайте внеочередные выборы. Да, у нас позиции хорошие, и мы вместе это все проведем, возьмем власть и будем делить эти заказы. А за все эти Реал Балтик возможным проектом стоят достаточно влиятельные люди, которые, другими словами, это спонсоры партий, которые проспонсировали под определенные договоренности. Ну, естественно, это все осуществляется. Я не говорю, что в Рыжеской думе там все отлично. Да, я помню, вы сами критиковали весьма жестко Рыжескую думу. Ну, так как я выступаю на наших внутренних заседаниях, я, к сожалению, даже близко не могу, я имею в виду партийных, не могу позволить себя высыпать в прямом эфире. Есть за что критиковать, но есть и за что их хвалить. Я всегда привык, что если хочешь бороться с незаконным действием, с какой-то, ну, с уголовниками, с нарушителем закона, то ты сам не должен присыпать закон, с беззаконностью, нельзя бороться незаконными методами. Тогда ты становишься таким же. А у нас это происходит, и если где-то год назад, полгода назад, и в том числе высыпая с трибуны парламента, я говорил, что, к сожалению, мы живем в полумафиозном государстве, то на сегодняшний день со всей долей ответственности я могу сказать, что мы живем в абсолютно мафиозном государстве. Что такое мафия? Мафия – это когда уголовный мир расстраивается с правоохранителями и политиками, и в результате все дела шиты, крыты. Насколько обоснованы те или иные дела, которые возбуждены в уголовный процесс Парижской Думы, это второй вопрос, но дело в том, что распуск Парижской Думы планировался очень задолго. Кстати, пользуюсь случаем, то, что касается правоохранителей, хотел бы всех полицейских поздравить с прошедшим праздником, и в этой связи небольшой анекдот, как раз по поводу нынешней ситуации. Старший полицейский спрашивает молодого, слушай, молодой, а ты знаешь, чем отличается сбитая собака от сбитого депутата? Молодой говорит, не знаю, да очень просто, перед собакой всегда есть путь торможения. Я надеюсь, что переведя в другие аллегории, что народ наконец-то понял, кого избрал, и будет распущен парламент. Это, кстати, не является ответкой, нашей ответкой за распуск Рыжеской Думы. На мой взгляд, этот парламент заслуживал того, чтобы он был распущен на следующий день после избрания. У предыдущего президента была прекраснейшая возможность, если бы у него хватило мужества принять решение, когда провалился один кандидат, второй кандидат в премьер-министры, речь шла о третьем. Я тогда с ними встречался и говорил, давайте назначать толкового человека со стороны. Он говорит, а вы знаете, представители партии мне сказали, что они не согласятся. Я говорю, тогда у вас есть прекрасная возможность этот бедлам прекратить и распустить парламент. Он говорит, а у вас есть гарантия, что будет лучше? Я говорю, гарантии никто давать не может, но наверняка будет и иначе. Все-таки мы еще поговорим об этой акции по сбору подписей за референдум. Возвращаясь к Крымской Думе, но есть какие-то нарушения. Вчера мой коллега Сергей Долгопол высыпал с трибуны парламента по поводу продления сроков по чрезвычайной ситуации по мусору и акцентировал свое мнение на докладе господина Пуца министра, он сказал буквально следующее, могу ошибиться в нескольких словах, но смысл такой, что аргументы господина министра не удерживают никакой критики и они похожи на детский лепет. У Сергея Леонидовича богатейший опыт работы в самоуправлениях и богатейший опыт работы вообще в разных структурах, он до дневного времени был руководителем комиссии по самоуправлениям, то есть документ был настолько некачественно подготовлен, настолько аргументации не хватало, ну ладно, чрезвычайная ситуация по поводу того, что возможно было бы образовано монополия, но высыпаясь с трибуны парламента, я говорил, потом правящие были вынуждены подтвердить, а вы знаете, что есть в Латвии самоуправление, где монополия, монопольные такие договора заключены на 30 и более лет. И таких самоуправлений очень много, это не один и два. Очень много. По поводу распуска Российской Думы, так давайте тогда вернемся, есть у нас самоуправление, где в принципе руководители самоуправления привлечены к уголовной ответственности, они уже практически прошли почти все инстанции, но реакции нет никакой, все нормально, потому что это представители коалиции. Или вспомним случай, когда в одном из самоуправлений, где руководил представитель единства, госконтроль нашел нарушение, как раз Новый год сейчас приближается, и какое нарушение? Нецелесообразное расходование денежных средств. И что? И оказывается, что под это подходит, они на заседание комиссии сказали, что из средств самоуправления оплачивали услугой стриптизерш. Конечно, это нарушение надо было и мужчин, наверное, пригласить, что же такое? Я считаю, это дискриминация. Вот за это надо штрафовать очень жестко, когда наказывают. Оснований каких-то вот ощутимых юридических оснований для распуска Рыжской Думы я не видел, я не слышал эту аргументацию. То, что правящие это провернут очень быстро, несомненно. Но, к сожалению, Абек, как выразилась моя хорошая знакомая, по этому случаю, что, к сожалению, вместо того, чтобы принимать лекарства, у нас отдельная личность принимает законы. Да, это интересно. Сказано, еще вернемся к этой мысли. Все-таки понятно, что, как говорится, сколько юристов, столько мнений. Можно по-разному трактовать, что там Рыжская Дума, какой пункт этого закона о вывозе мусора нарушила, но вот что важно для рижан, для горожан, работает самоуправление или нет? Делается работа или нет? Мы помним мусорные эти забастовки в Италии. Помните? Показывали по телевидению, все заброшено. Завалено мусором, крысы бегают. Никто никуда ничего не вывозит. Тут, да, принцип коммерческой разборки между компаниями. Но мусор-то вывозится в итоге. Но мусор вывозится и продолжает вывозиться. Это может быть основанием для распуска Думы. Теперь дальше. Мы можем по-разному оценивать эту коалицию, которая новая очередная образовалась, но мы видим по факту, что 32 голоса есть? Есть. Дума дееспособна? дееспособна. Заседание проводится? Проводится. Решение принимается? Принимается. Ну, так а в чем проблема-то? А проблема в том, что, извините, надо заключать договора с Реал-Балтик по поводу их строительства. А там мало не много, почти миллиард евро. И это надо пилить. Партиям, которые входят в коалицию, надо отрабатывать свои денежки. А как же иначе? А, то есть, это чисто политический распуск Думы, да? Да, Абик, какая там политика? Абсолютный беспредел и, как это, урывать главное для себя. У нас, к сожалению, как я их называю, у власти сейчас пятилатники, которые за пять лат и маму родную продадут. А все это упаковывается очень красиво, да? Вот оно, мы боремся с коррупцией. Какая борьба с коррупцией? Ребята, о чем? Был у нас законопроект по поводу конфликта интересов. Было там и предложение внесено, что не министр, премьер-министр, министр, парламентский секретарь, если против него возбуждено уголовное дело, и дело уже, ему выдвинуто обвинение, он не может занимать эти должности. Так, коалиции, которые борются якобы с коррупцией, они же проголосовали против. Мы говорим, что надо бороться с коррупцией и так далее, и так далее, а в КНАБе одна из самых низких планок заработной платы. Поэтому на словах это все происходит. Почему я могу говорить, что мы живем в мафиозном государстве, и то, что касается распуск Рижской Думы, какая там законность? У нас как бы, как они себя обозвали, бескомпромиссная законность. Я бы их назвал бескомпромиссной беззаконностью, беззаконие, потому что эти политики самые главные цели ставят перед собой подмять под себя всю правоохранительную систему, помните, ажиотаж с генпрокурором, где тоже, кстати, не было никакого юридического обоснования, чтобы вообще начать процедуры его отставки. Но они попытались это сделать, сейчас ищут себя удобного прокурора. Аналогичная ситуация, чем отличается данный наш министр внутренних дел, только вступил должность, так, всех уволят. И тут же все по шхерам разбежались в ожидании кого уволят первого. У нас абсолютно беспрецедентный случай, когда задерживает бывшего командующего погранвойсками, генерала. А что-то внятное ответить о причинах, кто же виноват, за что, этого нет. И эта система, к сожалению, Абика работает повсеместно, в том числе и то, что касается законности распуска Рижской Думы. Конечно, мы это обжалуем. В кредитном суде. Нет, то, что касается парламента, как только этот закон будет принят, мы напишем письмо президенту, естественно, потом мы рассмотрим вопрос, возможно, с обжалованием в конституционном суде. Насчет президента нашего государства лично у меня иллюзий нет. Он подпишет этот закон. Но понимаете, как может принимать парламент или правительство законодательные акты, которые противоречат и Конституции, и законам ранее принятым. Это касается зарплаты медиков, и педагогов, и так далее. А вот это очень хорошо, что вы сейчас напомнили, поскольку господин Пуца сегодня на пресс-конференции обвинил Рижскую Думу в каких-то нарушениях закона о вывозе мусора. Но ведь сам Сейм и само правительство грубо проигнорировало пример закона о финансировании здравоохранения. Еще семь законов. А как это? А вот так. Дело в том, что не смотрите на мои дела, а слушайте, что я вам говорю. То есть наоборот. Все верно. А зачем? Цель-то не в том, что навести порядок в том или ином самоуправлении, а цель только попытаться захватить власть. У населения есть только одна возможность идти подписываться под распуск парламента и не спать дома, когда надо будет идти голосовать на следующих выборах. Иначе эту шарманку мы никогда не остановим. Да. Ну что ж, примем один звонок, успеем сейчас принять еще в первой части. Добрый вечер, слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Ну вот как раз вопрос про распуск Сейма. Не отвлекает ли это сейчас специально делает отвлекающий маневр распустить Теревскую думу от распуска Сейма? И второй вопрос. И вот господин Адамсон, а вы уже подписались за распуск Сейма и ваши близкие, семья, может быть, друзья? Спасибо. Спасибо, да. Такие два вопроса может быть. Я подпишусь в понедельник, потому что, к сожалению, по объективным причинам я до этого это сделать не мог. В понедельник я это сделаю. Я узнал сегодня, где можно подписаться и свои волосы, где я проживаю, это я и проделаю. То есть, вы не через интернет, вы бумажный для гарантии. Дело в том, что я не пользуюсь отдельными услугами, так как у меня есть скепсис по поводу банковской сферы в определенных вещах, но об этом я говорить публично не хочу. Да. Вот что касается вопроса действительно отвлечения внимания. Нет, это не отвлечение внимания. Эти процессы, в принципе, не взаимосвязаны. Мое глубочайшее убеждение, что этот парламент надо было распустить достаточно давно. У президента нашего государства была прекраснейшая возможность, во-первых, вернуть незаконно принятые, неконституционно принятые законы или в парламент, или отдать на референдум, или распустить парламент. Парламент, который сам нарушает законы, правительство, который нарушает законы, но не может руководить этим государством. Вот очень интересный такой момент. Я думаю, на вашей памяти такого не было, хотя вы давно в политике, чтобы Сейм во время принятия бюджета ограничил дебаты до одной минуты. Это что-то невероятное. Нет, немножко не так. Дело в том, что такая практика применялась. Не до одной минуты же. По-разному бывало это ничего нового нет, но здесь немножко другой аспект. Сокращение дебатов, было как раз внесено предложение сократить дебаты практически по минимуму, когда мы дошли до рассматривания законопроекта о финансировании партии. Это случайно сопротивление. То есть, чтобы не услышать много хорошего о себе любимых, именно это предложение было внесено. Естественно, что оппозиция демонстративно встала и ушла. Потому что за одну минуту... Если бы это предложение было принято с первой минуты, понятно, правила игры. Но это предложение было принято, внесено повестку дня, именно перед рассмотрением закона о финансировании партии. Никто из нас не спорит, и я был всегда сторонником финансирования партии из госбюджета, потому что зависимость, естественно, какая это может быть от возможных спонсоров. Но, ребята, нельзя принимать законы то, что касается себя. То есть, в отношении следующего сейма... В отношении следующего сейма никаких вопросов. Пусть ребята борются, высыпают, не проблема. В отношении себя, а что сделали абсолютно популистический шаг, по продолжению представителей коалиции, надеждой, что народ это все поймет, хотя народ уже забыл, да, внесли предложение заморозить заработные платы депутатам. В свое время мне с трудом удалось добиться, что все заработные платы высших чиновников, президента, правительства, депутатов, они сведены формулу к средней заработной плате. И тогда, раньше, в ранние годы, там действительно депутаты голосовали за свои заработные платы. Давным-давно это не происходит. Дальше, чисто номинально, ну ладно, заморозили. Дальше что происходит? Самое смешное, эти деньги в любом случае остаются в бюджете парламента. Они никуда не уходят. Эти 500 тысяч, которые экономятся, они остаются в бюджете парламента и никому ни тепло, ни жарко. На заседание комиссии по запросам господин Каренч и господин Рейх заявили, что в проекте бюджета, который они представили правительство, было предусмотрено и повышение зарплат по всем требованиям в соответствии с законами. Я задал элементарный вопрос. Слушайте, а куда же девались эти цифры? Коалиция была против. Я говорю, а вы можете сказать, кто конкретно был против из министров повышения заработной платы медикам и педагогам? Нет. Но я понял, у меня нет допуск в государственной тайне, правда, я допуска никогда не просил, но значит, никто об этом не узнает. Это дурость все. Янис Адамсон у нас в студии, я вижу, что есть звонки, привемся буквально на пару минут у нас сейчас реклама, и потом вернемся в студию. Добрый вечер, еще раз, янис Адамсон у нас в студии, вот мы говорим в том числе об этом решении, лице, инициативе господина Пуце, о распуске Киевской Думы, и все-таки, вот абстрагируясь от таких, может быть, хозяйственных вопросов, или вот то, с чем мы обсуждали, все-таки, когда Пуце, он же не просто какой-то там профессионал вне партийный, он представитель конкретной партии, один из лидеров объединения вот для развития за, когда вот там вот в узком кругу, видимо, решали распуски Думы, о чем-то же эти люди думали, значит, они пришли к выводу, что сейчас им политически выгодно эту Думу распустить и попытаться с помощью выборов захватить власть в городе, более того, это тоже такая замечательная инициатива, такая замечательная, которая уже всем поступила, о том, что если сейчас выбирать неочередную Думу, то она будет работать до 2025 года, но это нечто небывалое вообще, да, а почему на 5,5 лет, а давайте, так сказать, до 2035 года? Это то же самое, что играть в хоккей, я знаю, вы тоже фануете, да, и во время игры вдруг правила поменялись, давайте играть будет не 60 минут, а 120 минут, или на балл 40, наши выиграют, давайте сократим время, да, так сказать. Абсолютно точно подмечено, не надо третий период, ага, мы впереди, два, один, все, игра закончена, свисток, пошли по домам, а мы, может быть, отыгрались бы, а это ваша проблема, это ваша проблема, жалуйтесь, жалобу подавайте, подавайте жалобу, идите в суд, да, обжаловать, ну ладно, суд решил, что все-таки неправильно, ну извините, поезд уже ушел, игра закончена, да, 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 и поэтому переход на 5 лет, да, ребят, какие правила игры, какие-то, есть или нет, если бы этот закон был бы принят год назад, да, не вопрос, если бы этот закон был бы принят тут же после выбора самоуправления, или, соответственно, были бы внесены изменения в Конституцию, так здесь же очень просто тогда, я надеюсь, что народ соберет подписи, мы все подпишемся, если хотим более-менее в правом государстве жить, но тогда давайте внесем и другой законопроект, вот оно, правильные депутаты избраны, вносим изменения в Конституцию, что все эти депутаты, которые правильно избраны, они находятся на должностях пожизненно, что же там, а почему на 5 лет, Абик, опять же, очень просто, ближайшие 5 лет, это они очень тесно связаны с разными заказами, то, что касается Реал Балтик, везде стоит под всем этим экономика, а с другой стороны, это преступный сговор, иначе его никак я не трактую, и те, кто участвовал в этом сговоре, они, по идее, должны понести уголовное наказание. Да, вот такой интересный вопрос. Ну, хорошо, если действительно вот эти правые силы, так их назовем, или правящие, которые сейчас затеяли всю эту процедуру распуска, ну, придут к власти, предположим, в Рижской думе, что дальше будет? Ну, а дальше... За 5,5 лет? Ну, дальше, через 5,5 лет, будет очень интересно, но я надеюсь, что к этому времени мы войдем в правительство, и я успею очень многих отправить в центральную, централку. Я уже сейчас смею, что у нас небывалые случаи, что я предложил внести изменения карты и бсеруллс, внести статью, что депутатам, которые выдвинуты обведения, у нас достаточно потенциальных, много таких, что они могут создавать свою фракцию центра на тюрьме, чтобы, ну, без отрыва от производства. Пока, правда, они идут на повышение. Вот мы знаем, кого сразу отстраняют после предъявления обвинения, они становятся, примерно, парламентскими секретарями важных министерств. Такое интересное продвижение по службе. Абик, вот, хоть убейте, 20 лет назад, это даже в страшном, запойном сне не могло никому присниться. Как же, говорили 90-е годы, такие бандитские, беспредельные. Там, как ни странно, законность соблюдалась, и незаконные решения, если они были, они были единичные, это единичные люди принимали, но это не было системой. А сейчас мы говорим о системной проблеме? А мы сейчас говорим о системной проблеме, и вот эта ржавчина, это бесконтрольное, беззаконие, да, она проникла во все сферы. Надо убрать генерального прокурора. Нет основания? А почему? А я так хочу. Он мешает. Да, надо убрать верховного судью. Почему? Он тоже, оказывается, мешает. Если кто-то, кому-то что-то не нравится, так давайте, обоснуйте. Но мозгов даже не хватает на то, что обосновать или что-то найти. Если не могут найти, наверное, нет оснований на такие действия. Но с другой стороны, ну как можно не говорить о мафиозном государстве, если человек обвиняется в тяжких преступлениях, привлекает где-то по семи уголовным делам, его временно освобождает, на следующий день он встречается и с парламентским секретарем, и с министром. Если бы это был бы министр внутренних дел, я бы еще понял причину. Может быть, что-то хочет сообщить. А если это не профиный министр, ребята, о чем вы? Говорить будете. Очевидно, о возможностях добраться до корыта и как замять то или иное или третье уголовное дело. Давайте прием звонки наших радиосушителей, 6212-939, добрый вечер, слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Да, пожалуйста, да, слушаем вас. Александр. Да. Скажите, пожалуйста, вот вы первые, которые честно признали, что существует системная проблема. Все остальные, так сказать, по частям, то медицина, там образование. Вот скажите, пожалуйста, как эту систему, я вчера Абек говорил, что надо конституцию менять, а поменять-то ее нельзя. Как устранить эту системную проблему? Спасибо. Спасибо большое, да. Да, вы правильно заметили, но я вообще по жизни привык мыслить к категориям более стратегическими, потом увидев, к чему ты хочешь достичь, потом поэтапно как это притворить. Как это можно сделать? Во-первых, это распустить парламент и голосовать за тех, у нас правила игры такие, какие они на сегодняшний день есть, голосовать за тех, кому вы доверяете. Не крыкунам, а давайте голосовать за тех, кто в своей жизни что-то добился. Я вообще сторонник того, что парламент надо избирать ценз, низший ценз установить 30 лет. Почему 30? Потому что за это время, за 7, 8, 9 лет человек уже что-то достиг и что-то видит. У него есть какая-то основа под ногами. Но правда это не решает проблемы. Второе и самое главное, это конечно было бы очень прекрасно, если бы мы перешли на одномандатные округа, хотя бы наполовину. это давало бы возможность в том, что люди будут знать своего депутата и тогда можно запустить систему отзыва депутатов. Если я не выполняю свои обещания, избиратели данного округа имеют право меня отозвать. Тогда это правильно. Но никто не хочет менять их систему правящей коалиции, их это абсолютно удовлетворяет. Поэтому у нас зачастую парламент проходит даже люди, у которых баланс плюсов-минусов в минусах. И чтобы эту систему преодолеть, надо идти поэтапно. Мы понимаем, распуск Рыжской Думы, я лично вижу, он абсолютно незаконен, несмотря на то, как мы относимся к одному, второму и третьему человеку, кто там находится. Если он незаконен, есть инициатива собрать подписи, распустить парламент. Вот от этого правящая коалиция боится больше всего. После распуска парламента следующий выбор, давайте думать головой, за кого голосуем. Недавно, когда были выступления медиков, я проходил через скопление народа, и люди меня узнали, говорят, господин Адамсонс, правительство отставки, я говорю, правильно, распустить парламент, я говорю, подпишусь, хоть сейчас, что у вас там происходит в парламенте, я говорю, не у вас, а у нас, я говорю, извините, вы за кого голосовали, они называют там партию, мы за них больше не будем голосовать, я говорю, а какие претензии ко мне, вы за них голосовали, они вас обдурили, высказываете претензии мне, нет, к вам претензий нет, я говорю, в следующий раз хоть голосуйте поумнее, не надо смотреть там на прически и так далее, надо смотреть на реальные дела, что человек совершил в своей жизни. Вот интересно, вот в самом начале вы сказали, что правящие не ожидали, что ни Ушаков объявит о том, что он будет баллотироваться в Рижскую Думу, как это может изменить конфигурацию? Ну, во-первых, они использовали фактор Ушакова в том, что, видите, он предал интересы населению Риги и сбежал парламент, европарламент, и каждый это мерит по своей шапке-то, ушанке, и для них возвращение, уход с Европарламента, когда Европарламент только начал работать и вернуться назад и становиться градоначальником, это уму непостижимо, вы что, там такие деньги, ничего, особо не надо напрягаться, делаешь умное лицо, высыпаешь, и денежь капает, а тут же они были абсолютно уверены, что не он не вернется, я даже допускаю, что и Америка сможет принять решение вернуться назад, я это тоже не исключаю, и это, конечно, для них удар ниже пояса, потому что это меняет всю дальнейшую перспективу неочередных выборов, я даже допускаю мысль, что правительство вдруг прозреет и скажет, нет, нет, мы не будем распускать Иридическую Думу. То есть еще может быть дан задний ход? Вполне допускаю. Для них сейчас самое главное это обмануть очередной раз народ, не допустить неочередные выборы парламента. Как это можно сделать? Во-первых, можно было, они создают ажиотаж насчет Иридической Думы, отвлечь внимание, отвлечь внимание, вот он поднимает свой рейтинг за счет этого. Мы тут беспрекословную законность высыпаем, а тут облом. И такой облом будет по очень многим позициям. Да, они протачивают закон, который незаконен, да, я уверен, президент подпишет, несмотря на возражения, да, ну да, мы подадим Конституционный суд, но если председатель Конституционного суда еще не видя ни один законопроект, только когда начали говорить о том, что будет подан из Конституционного суд, она тут же заявляет, а вы знаете, мы не будем рассматривать, там все законно. Ребята, вообще-то головой дружить тоже иногда надо, прежде чем говорить, тот законопроект хороший или плохой, или нормативный акт, ну давайте сначала прочитать. Да, вот такой вопрос, который хотел задать, вот мы говорили о бескомпромиссной законности, которую, кстати, провозгласил лидер новой консервативной партии. Бескомпромиссная беззаконность. беззаконность. ну вот, тем не менее, как мы знаем, господин Борденс целый ряд инициатив сейчас подал в связи, к примеру, со сменой порядка выборов генерального прокурора. Как бы вы это покомментировали и к чему это может привести? Потому что господин Борденс утверждает, что это будет более демократическая система. Понимаете, прежде чем менять какую-то систему, надо на пальцах объяснить и доказать, чем плоха предыдущая система. если такой фактуры нет, то ее нет. Я знаю, что такой документ поступил нашей комиссии, комиссии по внутренним делам и обороне, на следующей неделе или через неделю мы будем рассматривать. Я считаю, что это абсурд. Никто еще даже не попробовал объяснить мне, как депутату, которому надо принимать решение, а чем плоха нынешняя система. Я могу сказать, чем плоха для отдельных личностей, в том числе для министра юстиции. Он не может единолично принять решение по поводу назначения нового генпрокурора, а очень хочется. Вот оно и все. Я глубоко убежден, что попытаются изменить и систему утверждения на должности председателя Верховного суда и так далее. То есть полностью подмять под себя правоохранительные органы, вы думаете так? Совершенно верно. Цель очень простая. Подмять под себя правоохранительную систему и никакой законности здесь и не пахнет. Поэтому я говорю, здесь вопрос не в том, какие это ошибки, а это системные ошибки и это работа мафиозных структур, которые не заинтересованы в крепком правовом государстве. еще один звонок успеем принять. Добрый вечер. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Два вопроса. По поводу Конституционного суда. Почему согласие не пользуется подарком, который Конституционный суд им подарил после рассмотрения и принятия решения по школьной реформе, когда ввели в правовое поле Латвии термин историческая справедливость на фоне уменьшения прав в демократии? Ведь если мы посмотрим назад и если этот термин в правовом поле применить дальше, а не только конкретному делу, то у нас есть историческая справедливость программы АТМОД перед первым референдумом о выходе из Советского Союза, где были прописаны пункты, по которым должно развиваться латвийское государство. Почему нам не применить термин исторической справедливости здесь? Это первый вопрос. И второй вопрос по поводу изменений демонтажа правовой системы очень мягко так господин Адамсон называет ее ошибками. Я бы применил, и почему вы этого не делаете, государственный переворот фактически, потому что это демонтаж 30-летней практики в угоду маленькому непрошедшему выбору коллективу, которые вообще незаконно находятся у власти с точки зрения демократии. Спасибо большое. Насчет второй части вопроса могу ответить однозначно. Я давным-давно использую разные термины, не говорю об ошибках, а говорю о присуплениях против интересов национальной безопасности нашего государства. Это касается всего спектра, в том числе, о чем мы сегодня говорили. И заложена система по уничтожению наших правозащитников, она началась достаточно давно, еще задолго до того, как ликвидировали Академию полиции. И, естественно, все прекрасно понимают, если человека не учить, то с него нельзя ничего спрашивать. По поводу исторической справедливости мы используем этот термин к сожалению у нас и во фракции есть ошибки в том плане, что мы не всегда информируем общественность, что мы делаем. Мы очень много подаем исков в конституционный суд по различным проблемам, в том числе подали иск Эви Папула его и самолично готовила. То, что касается образовательной системы, мы подавали иски и то, что касается образования на языках нацменьшинств. Наша партия готовит и конференции на эти темы, где будут предложены специальные программы. Об этом вы все услышите. Понимаете, система очень простая. Я неоднократно говорил, но хочу подчеркнуть еще раз. Для отдельных представителей транснациональных компаний очень интересно, чтобы на территории Латвии возникали межэтнические конфликты. Для этого используются разные методы. Такие этнические конфликты или возмущение населения, они должны охватывать Россию по всему спектру. и посмотрим. Грузия, потом Украина докатываются до Латвии, до Латвии, как правило, слава Богу, до сих пор не прокатывается, эта волна идет опять же назад. И так это уже продолжается как минимум 10 лет, и мы должны нормально понимать, кто против нас стоит. Наши так называемые стратегические партнеры прекрасно знают способность, идею, способность того или иного человека, который уходит в правительство. Но пока они выполняют молча все указания, они очень хороши. Я слушал тут как-то я часто слушаю радио Болткома, и как-то один человек звонил и говорил, вот он, благодаря согласию Мурница пришла, стала спикером. Ну, во-первых, если бы мы не действовали так, как мы действовали, то господин Климентьев тоже не был бы президиум. А атернативу госпожи Мурница и оцените была другая представительница женского пола. И для понимания вот помните во время Советского Союза было изречение Солженицын не читал, но осуждаю. И у нас дебаты в парламенте в январе по внешней политике высыпает тот претендент, не буду называть А вы говорили по поводу Пастернака, его тоже не читали, но осуждали. Совершенно верно. И она высыпает с трибуны, перед этим доклад зачитал министр иностранных дел, и она не стесняется, говорит, а вы знаете, я вот ваш доклад не читала, но я полно согласен с вашим мнением и изложенным в докладе. Ребята, о чем мы говорим? Вы хотя бы прощите для приличия. Поэтому мы живем в таком государстве, как есть, не надо кивать только на политиков. Давайте каждый будет отвечать то же самое. И когда я слышу, я не пошел на выбор. Ну так а что тогда возмущаешься? Есть прекрасная возможность сейчас распустить этот бедлам. Давайте распускать. Есть возможность избрать новый парламент. Давайте попробуем. Сейчас видимо у людей еще будет возможность на избирательскую думу, но это еще тема конечно будет продолжена. Ярис Адамс у нас был в студии. Большое спасибо. Удачи! Ярис Адамс